Да, и не только, и ты, а ты, оказывается, да. Аркадий Алексеевич, я здесь как, у меня 70 децибел больше не бывает, поэтому вы не аплодируйте, пока я не говорю. Я здесь как представитель предварительного фонда МИСИЯ. Это фонд, который занимается уже более 10 лет, в том числе и военно-патриотическим воспитанием детей, оставшихся в печени родителей. 186 детских домов на территории Советского Союза, скажем так, да, то есть Россия и страна СЛГ. Под купечением из них два здесь. И я уже с Виталием Петровичем договорилась, что на следующей неделе, когда уже все более-менее в спокойнее будет, сюда приедут дети из Качинской школы, школы-интернаты, военных моряков готовят. Это им очень важно тоже. И 53-го детского дома. На выставку просто как на СУС. На выставку как на ИСУС, да. Но, естественно, они вот получили уже в электронном виде статью, которую о вас тут написали. 5-го мая я их тоже уже высловала год. То есть они знакомы с вашей историей. Конечно, хочется подробнее узнать об этом. И, ну, во-первых, мы вас благодарим, да, что вы вообще есть. Потому что это удивительное такое, можно ли я, лееческое ступенье на полторы минуты. Я перечитывала недавно записки о путешествиях Даниила Гранина. Это тоже очень знаковый такой известный, да, человек в Ленинграде. И вот он там пишет, приехав в Германию, в Австро-Венгрию, о том, что вот ему снится такой сон. Он побывал там на экскурсии, побывал в разных там соборах. И вот ему снится такой сон о том, что вот якобы диалог идет между там Моцартом и там вот тем градоначальником, который в эти времена существовал. И, значит, вот такой диалог, что вот этот Моцарт похоронен вот под плитами этого собора. Вот и все, что называется, проходящие ходят каждый день и вот топчут, что называется, ногами. А меня похоронили на самом там таком вот выгодном месте, потому что я инвестировал деньги в строительство этого собора. На что ему Моцарт отвечает, что дорогой, может быть, они приходят в этот собор только потому, что я здесь похоронен. И, в общем, вот художники, они вечно, да, и все, что остается, я просто вот ходила по этой выставке до начала. Я просто поняла, что я за свои 52 года, у меня тоже есть небольшая коллекция открыток Виталина Петровича, я открытками вашими поздравляла своих родственников и знакомых там, свою маму, детей облаканного Ленинграда с праздником Помеды. Например, я буду эту открытку очень хорошо, помню, вот 9 мая, которая вот, да, в Субмиралтействе, да, 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 вот именно ей. То есть я здесь нашла ряд открытых, которые есть в моей коллекции просто, не все были подарены. И поэтому огромное вам спасибо, вообще, я не знаю, жизнь так удивительно сложена, что все, все это вот есть. И поэтому вам сладкий такой совершенно подарок приготовили, это подарок вообще из Великого Устюга, можно сказать, от Деда Мороза, Великого Устюга, вот. Поэтому спасибо вам огромное.